Сейчас о происшествиях. С начала этого года на территории Якутии произошло более 100 пожаров. Огненная стихия унесла жизни 9 детей. Страшные цифры продолжают расти. В результате недавнего пожара на Рихарда Зорге в Якутске погибли 4 человека. Виталий Абрамов продолжит. Сигнал о возгорании поступил после полуночи. К моменту прибытия первых пожарных расчетов из первого подъезда двухэтажки в осю полыхал огонь. На пожаре были сосредоточены силы и средства по повышенному номеру вузова. Всего 10 автоцистерн. По показанию очевидцев, огонь начал распространяться из квартиры на первом этаже. Всего же от пожара пострадало 8 квартир. Площадь повреждения огнем составила 120 квадратных метров. На пепелище были обнаружены тела 4-х человек. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с электропереборами. Но, со слов очевидцев, их дом горит уже в пятый раз. Не исключен и поджог. Неоднократно я обращалась в полицию. Говорила, что наш жгут на крыше. Нашли бутылку с бензином. Написала заявление участковому нашему. Сейчас ведет уголовное дело. Говорят, ну не знаю. По факту гибели в огне возбуждено уголовное дело. В точных причинах разберутся следователи. Все квартиры были приватизированы. И ни одна из них не была застрахована. Так что проблема с расселением есть. Жильцы соседних домов также боятся похожей участи. Так что некоторые уже начали страховать свое имущество. Сейчас 2 миллиона с лишним. Где-то 2 200, по-моему, так. Вот страховка лежит. А платеж какой? 20 тысяч в месяц. Ой, в год. А, в год. Да, 20 тысяч в год. Более или менее нормально? Да, нормально. Так, приемлемо. 20 тысяч в год оплачиваю и все. И я спокойно, как говорится, нахожусь. Более или менее. Но люди просто не хотят страховаться. С начала этого года в Якутии произошло 118 пожаров, при которых погибло 19 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. По последнему пожару в Твиттере высказался уполномоченный при президенте России по правам ребенка, который обратился к главам регионов с просьбой установить газоанализаторные сигнализации во всех проблемных домах. Виталий Абрамов, Гаврил Дечков и Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.